Всем большой привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал! И сейчас уже вторая половина августа, лето заканчивается, и это значит, что пора вам показать фавориты этого лета. Ну и давайте начинать с тона. Все лето, каждый день я пользовалась вот таким средством от L'Oreal. Когда была весна, я им пользовалась и как консилером под глаза, и именно как тональной основой. Летом я не пользуюсь тональной основой, поэтому использовала его как консилер. Консилером я пользуюсь круглый год, именно синеву под глазами убираю. У меня такая особенность, ну можно сказать, с рождения, с самого раннего детства, именно синева под глазами, поэтому без консилера я никуда. Вот это супер средство, оно отлично перекрывает синячки под глазами, отлично выравнивает тон кожи, убирает какую-то красноту, венки, капилляры. Здесь в комплекте спонжик, и я именно этим спонжиком и пользуюсь. Вы видите, я его уже дотерла до дырочки. Я его купила, по-моему, весной, и с момента покупки пользуюсь им каждый день. Под глазами, как консилер, оно не скатывается, не кечет, не плывет. Как тональная основа тоже никуда с лица не девается. Единственное, Т-зона у меня жирная, и, конечно, вот лоб начинает блестеть через пару часов, его нужно промокнуть салфеткой или, ну, припудрить. А так, во всем остальном, это просто идеальнейшее средство. Следующее, это бронзер. Летом я практически не пользуюсь румянами, но зато бронзером пользуюсь абсолютно каждый день. И уже не первый год у меня в любимчиках вот такой вот бронзер от Clorans. Во-первых, мне очень нравится упаковка. Мне нравится то, что он большой, такой классный, его очень приятно держать в руках. Во-вторых, у него обалденный запах. Пудрово-цветочный, очень приятный. Большое зеркало, поэтому его можно брать с собой в путешествии и прямо в это зеркало краситься, что я и с успехом делала. И вот так вот выглядит само средство. Здесь 4 оттенка бронзера. И я, как правило, просто веду кисточкой вот так вот по кругу, то есть все оттенки смешиваю и наношу на скулы. Красиво смотрится. Да, он рыжит, но на загорелой коже он смотрится просто идеально. Я его наношу именно как бронзатор. То есть так вот под скулу именно вот как будто такой смотрится естественный загар. И в то же время скула четко получается выделенная. Очень люблю этот бронзер. И этим летом в моих любимцах вот такой вот хайлайтер от MAC. Это хайлайтер хамелеон. Я надеюсь, вам видно. Он из розового в золотой цвет. Переливается. Очень красивый. Его можно наносить как пальцем, так и пушистой кистью. Очень красиво смотрится. И сейчас все, что я показываю сегодня у меня на лице и на глазах. На солнышке это просто невероятно красиво. Золото и блесточки всех цветов радуги. Это очень красиво, особенно на загорелом лице. Я его наносила также и на глаза в качестве теней. Тоже смотрится красиво, необычно. И вот мне очень нравится, что это именно хамелеон. Я этот хайлайтер использовала даже именно как румяна наносила на яблочки. Тоже смотрится очень красиво, так что универсальный продукт. Давайте поговорим о кистях. Чем же все это я наносила? Моими однозначными фаворитами этого лета стали вот эти вот три кисточки из набора, которые я заказывала с Алиэкспресс. У меня есть уже видео про них. Я рассказывала, ссылочка будет где-то вот здесь. Вот смотрите, и именно вот эти вот три кисти стали моими фаворитами. Вот этой вот кистью я наношу румяна, бронзер и хайлайтер. Она отличная, просто она набита как раз так, как нужно. То есть и не жидкая, и не слишком плотная. Отлично растушевывает, у нее классная форма. В общем, идеальная кисточка. Следующая кисть вот такая вот. Она достаточно большая, но с другой стороны, летом она мне нравится, потому что ей я наношу такие вот рассыпчатые тени от Ифраше. Сейчас их вам чуть позже покажу. Она просто идеально наносит тени сразу же на все веко, тут же растушевывает. В общем, тоже отличная кисть. И также вот такая вот скошенная кисть. Летом я, как правило, ну в большинстве случаев не пользуюсь карандашами для глаз, а делаю подводку тенями, потому что, ну как-то это быстрее, и это более растушеванно смотрится, не такая четкая графичная стрелка. И мне кажется, летом это более уместно. Вот эта вот кисть отлично, она очень упругая и прекрасно рисует стрелочку на глазах. Тени рассыпушки от Ифраше. Они сейчас, к сожалению, к огромному сожалению, сняты с производства. И продавались они вот такой, как бы, в бутылочке. Чтобы было удобнее, я их пересыпала в баночку. Вот такой вот цвет, неимоверно красивое, такое розовое золото. Смотрится на веках просто как слюда. Очень красиво, блестит, переливается на солнце. И наносятся они просто идеально. Набираешь их на кисть, на такую пушистую, чуть-чуть прихлопывающими движениями, чтобы все блестки не осыпались. И дальше уже растушевываешь границы, и просто идеально. И, кстати, именно если наносить рассыпчатые тени, вот так, как я сказала, сначала вот так прихлопать их на века, а потом уже растушевывать. Ни одна блесточка, ничего вообще абсолютно не осыпается под глаза. Следующий фаворит из теней, это тени Мак. Но не вся эта палеточка, а в основном летом я пользуюсь, ну и не только летом, круглогодично я пользуюсь вот этим оттенком, чтобы затемнить складку. Он называется Хаукс. Просто идеальный, универсальный оттенок именно для складки, абсолютно под любой макияж. А стрелочку я рисую вот этим вот оттенком, он называется Бьюти Маркт. И он такой сиреневый с блестками. И если его наносить именно как тени, обычно плоской кисточкой или, ну, в складочку, рисовать птичку, растушевывать, он смотрится именно как такой темно-сиреневый. А если его наносить в качестве подводки на глаза, то он отлично подчеркивает линию роста ресничек, и смотрится не так агрессивно, как черный, но, опять же, что-то такое необычное. То есть не черный, не коричневый, а, ну, интереснее смотрится на глазах. Именно вот такой вот сиреневый цвет. Во всяком случае, под карие глаза. Мне кажется, вот такая вот стрелка просто идеальна. Следующая тушь. И я уже третий раз подряд за это лето покупаю вот такую вот тушь от L'Oreal Miss Hippie. Просто идеальная, замечательная тушь. У нее большая достаточно щетка. Я очень люблю именно большие, не силиконовые вот такие вот ворсистые щеточки. Она отлично прокрашивает ресницы, она их удлиняет, она делает их густыми, но не склеивает, не оставляет комочков. Она не скатывается, не осыпается под глаза. То есть вот вы ее утром нанесли, можете спокойно абсолютно весь день в ней ходить. И вечером у вас макияж будет на месте и не будет никаких темных кругов, как у панды, да. Никуда она не денется с ресничек. При этом смывается она обычным средством для снятия макияжа нормально. То есть, ну, я как прикладываю ватный диск, немножко держу, чтобы посредство растворило тоже, и дальше уже снимаю. Сейчас она у меня уже подсохла и начинает заканчиваться, поэтому в четвертый раз я тоже ее буду покупать. Однозначно мой фаворит. Моим фаворитом этим летом однозначно стала вот такая вот помада от Givenchy. И это цвет Rose Perfecto. На самом деле вот такой вот ягодный цвет. Сейчас он тоже у меня на губах. Его можно наносить вообще без макияжа. Он сразу освежает лицо. У меня губы сами по себе не пигментированные. Они так вот, ну, сливаются с лицом. И если идти без макияжа, еще и без помады, то, ну, вообще как-то вот никаких акцентов на лице нет. И вот эту помаду я брала с собой и на пляж, когда вот вообще без макияжа, а губы хочется увлажнить. И не просто увлажнить, а чтобы вот, ну, как-то что-то поинтереснее было на лице. Съедается так очень постепенно, при этом пигмент на губах все равно остается. Отлично увлажняет, прекрасно лежит, никуда не течет, классно сходит. И вот это вот, знаете, некоторые помады сходят, и остается только контур вокруг. Она нет, то есть у нее пигмент впитывается полностью в губы, и она сходит равномерно со всех губ постепенно. Поэтому это однозначный фаворит. И, кроме того, конечно, упаковка просто шикарная. Ее неимоверно приятно просто держать в руках и иметь в сумочке. На этом у меня все. Надеюсь, видео было вам интересно. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока-пока!